Здравствуйте, с вами Андроид и Андроиды. Сегодня хотел поговорить о стратегии, которая называется Evil Defense. Это забавная, ироничная и безумно увлекательная игра в жанре Тау-Дефенса с красивой детальной графикой и непростым геймплеем. Перед началом игре у нас заставка силиконовая, которая достаточно симпатичная сделала. Мне прям очень сильно нравится. Показывает какую-то войну, стратегию, магию и многое другое. Давайте прервём её и начнём знакомиться с самой игрой. В игре всего 15 миссий в 5 регионах и около 90 уровней. Дальше у вас будет множество улучшений, 60 башен с разными характеристиками, 5 регионов. Давайте, игра полностью на русском языке и обладает достаточно симпатичной графикой. И красивым, ну как вот, красивым и оригинальным дизайном мне очень нравится. Очень симпатично сделано. Вот опять вставочка и вставки, какие очень красивые вставки. Рассказываешь нам сюжетные какие-то линии. Давайте мы их пропустим и начнём играть в саму игру. Так, у нас происходит загрузка. Давайте посмотрим, какие чувачки с такими большими губами. Вот наш уровень, так сказать, нам нужно сейчас предлагать строить здесь. Видите, различные подсказки. Нажимаем, уручья пушка. Давайте мы её построим и запускаем волну. Тут сверху показано здоровье. Оно закончится, если мы проиграем. Если оно закончится, мы проиграем. Вот какие-то крестьянины пытаются, так сказать, предать эту дорогу. Но мы им мешаем в этом. Так, что мы ещё можем сделать? Давайте построим скелетов, которые будут мешать нашим крестьянинам пройти дальше. Так, вот так мы можем маленько двигать, так сказать, нашу карту. Сейчас он у нас накопится и крестьянины полезут в атаку, пытаясь преодолеть эту дорогу. Не знаю, но мы сейчас их легко и просто уничтожим. Красиво нарисовано, как бы сомнений нет. У меня такой жанр игры не нравится, но наверняка много людей в такую игру с удовольствием сыграют. Так, что будет дальше? Что мы тут можем... Давайте ещё с построим. Ну, нам нужно накопить денежки. Вот у нас 40 всего их. Но мы пока их накопить не можем. У нас постепенно тут... Давайте подождём, пока эти крестьянины... Помимо этого, мы можем в этой игре сразу мериться рейтингами с нашими друзьями, которые добавили нам друзья. Будет продвинуто дерево умений для повышения ваших возможной защиты. Так, вот одна из первых башней. Средний радиус 10 и умеренный урон. Высокая скорость атаки. Давайте её построим. Ну, у меня, к сожалению, денег, наверное, нет на неё. Нету. Надо накопить, надо 40. Так, они пытаются на нас напасть. У нас всего надо продержаться 10 волн из 3. Так. Ну, мы потихонечку зарабатываем различные монетки. Они у нас копятся, убивая врагов. И так они постепенно у нас восстанавливаются. Ну, пока мы легко и просто защищаем наш, так сказать, регион. От нашествия этих крестьян, ну, как-то очень медленно копится всё. Я вам скажу, очень медленно всё копится. Как он стоит? 50. Ну, вот давайте накопим вот этого лучника. Арбалетчика. И он будет на дистанции, как я понимаю, обстреливать вот этих вот крестьян, которые решили напасть на нас. Так. Новые способности молнии. Мощный электрический разряд. Чем ближе враг к месту удара, тем сильнее будет нанесён урон. Окей. Давайте сейчас попробуем как раз это сделать. Нажимаем. И тапаем. И всё одним, так сказать, разряда мы троих крестьян просто взяли и уничтожили. Так, ну сколько. Давайте сейчас ещё одну волну выдержим. Что-то ещё можно посмотреть. Ну-ка, я хочу посмотреть. Ну, тут ничего такого интересного нету. Вот в таком стиле, в таком геймплее будет проходить сама игра. Попробуйте её, она бесплатная. И скачайте. С вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.